всем привет друзья с вами снова аквамэн и не ждите от этого видео особой смысловой нагрузки нет есть здесь даже не пахнет это больше маркировочное видео да или нет стоит или не стоит покупать просроченный силиконовый герметик у меня есть такая туба волшебного силикона с даты изготовления 23 марта 2015 года и это сторожил среди силиконовых герметиков потому что при среднем сроке годности силикона полтора года этот прожил практически три полноценных жизни сегодня мы посмотрим что же там находится внутри сразу хочу сказать что информации много по этому поводу она противоречивая одни категорически против другие допускают использование такого силикона и это видео создано лишь для того чтобы копилку вот этого опыта пополнить еще хочу сказать что до этого момента я уже пользовался силиконовыми герметиками просроченными как правило они просрачивались на один-два месяца и уже тогда было видно изменение структуры она становилась более зернистая более вязкая то есть силикон уже тогда менял свои свойства это было заметно невооруженным взглядом это было заметно при использовании этого силикона то есть колбаса не так ровно лезла и так давайте же смотреть и так но сразу хочу сказать что при отрезании я уже ничего хорошего там не увидел и не почувствовал своим носом сейчас я еще попытаюсь пожамкать ручку моего пистолета для герметиков в надежде увидеть силиконовую козявку хоть не соплю хоть козявку там появились нет она там не появится поэтому будем вскрывать чтобы оценить масштабы плачевности ситуации и так запор на горизонте не сити чернослив будем протыкать будем протыкать сейчас деревянной палочкой может быть силикон внутри он все-таки живой просто замурован там пытается выбраться наружу в общем-то посмотрим я сразу хочу сказать что силикон стоил 120 рублей вот это кстати лучик надежды у нас появился то есть жидкий силикон там все-таки есть относительно жидкий на этот силикон я купил порядка 120 рублей он стоил он мне нужен был для того чтобы использовать его при заливке эпоксидки то есть для герметизации различных щелей чтобы эпоксидка наша драгоценно не улепетовала вдаль и так воспользуемся более кардинальным методом просто срежем башню у этой тубы и посмотрим что внутри а внутри у нас внутри у нас а внутри у нас покрытая корочкой вот такая вот большая силиконовая колбаса кстати сказать если у вас ситуация прям вообще плачевная силикон прям просто высох не спешите выкидывать эти силиконовые стержни потому что имя отлично можно счищать мусор очищать наждачку от всяческих загрязнений наждачные круги наждачку и так далее тому подобное и так попытаемся добраться до истины оторвав корочку застывшую и видим что в принципе там внутри есть примерно то что уже каким-то образом хотя бы можно на что-то намазать давайте немножко потыкаем посмотрим ну да конечно это не тот идеальный парной силикон и стул вы прям вот розлитый только что нет и более я вам того скажу это силикон уже не подлежит использованию в пистолете даже с учетом того что я его сейчас отрезал его можно было бы использовать то есть просто поддаливать нет обратите внимание что вблизи стенок он просох то есть если я буду сейчас давить у меня из этого ничего не выйдет он скомкается закупориться и в общем то будет ситуация неприглядная один выход остается мазать его пальцами благо у меня эпоксидка благо мне щели придется все-таки герметизировать и от силикона зря не пропадет масштабы бедствия они принципе не такие большие и стоимость вот этой тубы 120 рублей покупать или не покупать выбор за вами естественно если бы клеил аквариум я бы его не стал покупать ну а с вами был аквамен увидимся совсем скоро в новых видосиках всем пока пока друзья